Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу, и с вами я, Хоррор Мейкер! Привет вам, мои любимые друзья! Я весь сгораю от нетерпения поделиться с вами этой чудесной новостью, о которой я узнал вчера от... ну, конечно, от Джима. Именно Джим является моим основным источником новейшей информации о том, что происходит в нашей земной реальности. К сожалению, по слоям Джим перемещаться не умеет. Тут он мне не помощник. Но во всем остальном, что касается жизни монстров на нашей планете, тут он ого-го! Всякие там SCP и другие монстры, а особенно Треворские. Ведь Джим на короткой ноге с Тревором, поэтому в курсе многих не только уже произошедших событий, но и предстоящих. Кстати, если вы не в курсе, кто такой Джим, посмотрите этот ролик про Смайл Рум. И многие другие ролики. Джим – это мой друг, репортер, фотограф папарацци. Уж если он начнет до чего-то докапываться, что-то расследовать, все, обязательно докопается до истины. Частенько он попадает в сложнейшие и опаснейшие переплеты, но пока, как говорится, Бог миловал. Выходил сухим из воды. В общем, если хотите быть в теме, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Тогда наверняка не пропустите самого интересного. О, хотел уточнить у вас, мои друзья. Помните ли вы о золотом правиле моих каналов? Правиле 3П. Как? Есть такие, кто не знает? Да ведь это элементарно. Подпишись, поделись, поставь лайк. Это правило действует не только для этого канала, Лепка Хоррор Шоу, но также и для моего второго канала, Лепка Гоу. Вот и на этот раз Джим порадовал меня новой порцией уникальной информации, которую он получил от самого Тревора Хендерсона. Да-да, вы ведь помните, что и Джим, и я друзья Тревора. И он частенько снабжает нас, так сказать, инсайдерской информацией. На этот раз он рассказал Джиму о своем небольшом походе в Канадских горах, точнее на массиве Святого Ильи у подножия горы Логан. Сам по себе поход был довольно сложным, ведь гора Логан – это высочайшая вершина Канады. Ее высота составляет 5956 метров над уровнем моря. Я не буду вам сейчас пересказывать все перипетии похода Тревора, поскольку речь не о самом походе, а об удивительной находке, которую Тревор совершил. Именно эта находка навеяла на него желание создать новый шедевр в области монстроведения. Но я решил его опередить и первым воспроизвести то, что он нашел в одной из пещер этого горного массива Святого Ильи. Скажите честно, я вас заинтриговал? Уверен, что да. Ведь это такая находка, такая. Короче говоря, это останки нового вида сиреноголового. Вы, мои подписчики, наверняка помните про мои исследования племен сиреноголовых. Для тех, кто не в курсе, рекомендую посмотреть этот ролик про племена сиреноголовых. Тогда многое поймете. Так вот, оказывается, есть еще одно племя сиреноголовых, неизвестное до сих пор. Это сиреноголовые кентавры. Живут ли они сейчас на Земле, достоверно неизвестно. Такой информации ни у кого нет. По крайней мере, мне ничего неизвестно о задокументированных фактах встреч с этими монстрами. Нет и устных рассказов о таких встречах. Из чего я делаю вывод, что скорее всего на сегодняшний день таких монстров на Земле нет. Хотя, кто его знает? К слову о монстрах, лично я знаком с очевидцами встреч с такими монстрами, что у вас волосы на голове дыбом станут. Да и чего греха таить, я и сам встречался со многими из них. В общем, речь сейчас не обо мне и не о других монстрах, а о сиреноголовом кентавре. Все ли из вас знают, кто такие кентавры? Это такие существа с телом лошади и торсом и головой человека. Известны нам из древнегреческой мифологии. Они обитали в горах и лесах, частенько сопровождали бога вина Диониса. Кентавры были очень крутыми ребятами. Такие, знаете ли, быковатые. Если они с кем-то не были согласны, то особо себя не сдерживали. И не только в речи, но и в поведении. Могли запросто убить того, с кем не были согласны. Особенно отличались своим не сдержанным нравом кентавры Анки, Агри, Орей и Гилей. К счастью для нас, сейчас их не осталось живых. Они были побеждены, в частности, благодаря Гераклу, греческому супергерою. Да, так вот, снова возвращаясь к находке Тревора. Сиреноголовый кентавр. Вы можете себе такое представить? А что, если они и сейчас существуют где-нибудь в горах? Опасны ли они? Чем они питались? Чего от них можно ожидать? Лично меня вся эта история очень заинтересовала. В общем, друзья, досмотрите ролик до конца. И тогда увидите, как выглядели сиреноголовые кентавры. Зрелище то еще, скажу я вам. Ну как вам, прикольное создание, не правда ли? Страшненько, конечно. А что вы хотели? Чтобы сиреноголовый, да не был страшным? Как бы не так. В общем, пишите свои мысли, которые у вас возникли после того, как вы узнали о существовании сиреноголовых кентавров. И, конечно, не забывайте о золотом правиле 3-х П. Подпишись, поделись, поставь лайк. С вами был... ХОРОРМАКЕР! ХОРОРМАКЕР! Продолжение следует...